Девушки отдыхают Все великие и могучие штаты от одного побережья до другого. Если верить разработчикам, это крупнейшая часть Need for Speed. На пути к финишу нам придется преодолеть около 300 километров. Откровенно говоря, цифра эта в игре совершенно не ощущается. Видно, все дело в том, что составляют ее в основном шоссейные дороги. И завершается кампания чересчур быстро, каких-то два часа езды, и вы уже на финише. Что и говорить, это преступно мало для полноценной игры. Но о потраченном времени вы точно не пожалеете. На пути из Сан-Франциско в Нью-Йорк вы не только пронесетесь на бешеной скорости через другие города Америки, но и сможете полюбоваться малонаселенными, однако невероятно живописными регионами. Впечатления от поездки напоминают охоту сьют. Пейзажи схожи. Да и по количеству и важности срезок The Run вполне может с ней посоперничать. А вот выбирать трассы не позволит. Будем ездить там, куда нас направят сюжетные рельсы. Вполне здравое решение, особенно если учесть, что игровых режимов здесь меньше некуда и выбирать не из чего. Пожалуй, правильнее назвать их условиями гонки. Их три. Добраться до финишной черты первым, проехать все контрольные точки за отведенное время и обогнать нескольких гонщиков одного за другим тоже на время. Вряд ли столь скромный набор станет для кого-то серьезным недостатком. Напротив, здорово, что в этот раз нас не ждет никаких экспериментов, а заниматься придется тем, что нравится всем без исключения. Старыми добрыми гонками. Другой элемент, который вряд ли способен оставить поклонников жанра равнодушными, это погонки. Они тут тоже есть, но не как самостоятельная часть игрового процесса, а как дополнение к гонкам. Копы порой появляются на трассе в рамках обычных заездов. Ведут они себя не то чтобы очень злобно, но на дорожные блоки не скупятся. Куда больше неприятностей доставит мафия, которая временами сопровождает главного героя. В отличие от копов, они приветливо машут ему штурмовыми винтовками из открытых окон черных внедорожников. Но кроме автомобилей, в их маленькой армии есть вооруженные вертолеты. Как ни странно, вертушка с пулеметом на борту местные власти абсолютно не заботят, чего не скажешь о несчастных стритрейсерах. С копами и бандитами сопряжена еще одна штука. «The Run» предлагает поклонникам серии новинку, так называемые «квик-тайм-ивентс». Это заскриптованные сценки, где нужно нажимать на кнопки, загорающиеся на экране, управляя действиями главного героя. Когда Джеку надо выбраться из машины, когда он пытается оторваться от преследователей или вырваться из цепких рук полицейского, на помощь приходим мы. Не успели нажать, что положено? Амба. Пробуйте снова. Срежиссированы сценки на редкость удачно. Не налюбуешься. Но, увы, их ужасно мало. Зато если такие развлечения кажутся вам сомнительными, они не успеют вас утомить. Кроме киношных вставок и головокружительных погонь, нас ждет пара зрелищных эпизодов другого рода, когда вызов нам бросает само окружение. Вот мы несемся по изверистой трассе среди заснеженных гор. Похоже, матушка природа вот-вот покажет свою силу в полную мощь. Трасса покрывается осколками льда. Проходит несколько секунд, и незначительная помеха сменяется серьезной угрозой для жизни. Со склонов скатываются огромные валуны. Но дороги назад нет. Денег-то хочется до смерти. Нужно торопиться. Быстрее, быстрее! Есть! Мы въезжаем в спасительный туннель за пару мгновений до схода лови. А вот еще одна ситуация, которая изрядно попортит нервы. Джек вынужден съехать с основной дороги и перебраться в туннели метро. Скорость свыше 200 км в час, но машинисты нью-йоркских поездов коварно хохоча способны настигнуть кого угодно. К черту условностей, пора выжимать из машины все соки. Похоже, впереди еще одна стальная махина. Вжимаемся в стену туннеля и молимся, чтобы нас не затянуло по колесам. Такие моменты весьма и весьма подряд. И все бы ничего, но на них тоже поскупились. И так всю компанию. Настолько и делают, что дразнят, а потом бросают наедине с финальными титрами и осознанием того, что сюжет здесь пустой и бестолковый. Стыдитесь, господа разработчики. Что нам предлагается, кроме грандиозной гонки? Да как обычно. Ряд одиночных заездов с возможностью похвастаться результатом перед друзьями, да еще заурядная коллективная игра, на радость некоторым игрокам снабженная рядом достижений, за которые дают дополнительные машины и всякие украшательства для вашей персональной плашки игрока. Вот и все. Будем надеяться, через пару лет EA Black Box разродится полноценной игрой, а не скажем так, 7-месячной. Сначала undercover, теперь вот и the run. Что ж, будем верить в магию чисел и ждать, что третья игра в линейке станет счастливой как для разработчиков, так и для нас. А в том, что она будет, сомневаться не приходится.